Добрый вечер! Напоминаю, что вы можете следить за нами на фейсбуке «Актуальный вопрос» и присылать свои вопросы в комментарии по теме, о которой мы здесь обсуждаем, к нам на e-mail, вопрос.ltv.lv. Если у вас есть вопросы к мэру Риги, мы их постараемся задать в течение этой передачи. И также напоминаю, наш сайт www.ltv.lv, там можно смотреть как в прямом эфире, так и в записи нашу передачу. Господин Ушаков, недавно, ну не недавно, на прошлой неделе было уже 5 месяцев после трагедии в Золе Туде. У нас была на прошлой неделе здесь в студии господин Тюзис, государственная полиция. Для Риги, что вы можете сказать про Золе Туде, насколько это продвинулось и насколько Рига участвует в этом? Или же все-таки это государственная полиция во всех криминальном деле участвует только? Ну, следствие это только единственное, уголовная полиция. Здесь никто другой не должен даже пробовать мешать, потому что действительно любая попытка комментировать, подгонять полицию, говорить, что они медленно работают или как-то не так проводят эксперименты, это действительно будет мешать следствию. Сотрудничество же есть? Ну, какое сотрудничество? Они сейчас сконцентрировались у них, то, что я знаю, да, опять же, я могу судить только из средств массовой информации, потому что, ну, это, опять же, следствие, они делали эксперименты, идут какие-то наверняка другие действия, но это полностью их компетенция. То, что сейчас можно вообще говорить, как дальше будут развиваться события, я не говорю про то, чем закончат следствие. Это работа полиции, я уверен, что они свою работу сделают. Но полиция должна будет в ближайшее время, предполагая это мая или июнь, передать обратно владельцам здание Максима, ну, то, что осталось из здания Максима. Когда это будет передано обратно владельцам, владельцы смогут начать процесс сноса остатков этого здания. Снос остатков этого здания, учитывая, что нужно будет проектировать, согласовывать и так далее, я предполагаю, объективно сможет произойти весной следующего года. То есть, если в мае, в июне полиция, как планируется, дает остатки здания Максима владельцам, то значит, весной следующего года это остатки снесут. Владельцы, я с ними встречался, они подтвердили, что они на этом месте готовы сделать памятный сквер. То есть, памятное место, рабочая главная сейчас идея, что это сквер, который обсуждался, там, 54 дерева. Сколько через год, то есть, первую годовщину мы будем встречать, в принципе, у этих развалин, так понимаю? Смотрите, снос, развалин Максима связан еще, вы не забывайте, что рядом стоит 12-этажное здание. Мы не знаем, и никто сейчас не может рассказать, в каком состоянии находится это здание. Есть подозрение, есть предположение, что во время трех обвалов, которые происходили во время самой трагедии, и плюс еще же были дальше действия, связанные с экспериментом, здание стоит на свае, что оно могло сдвинуться, что оно небезопасно. Поэтому любые действия, связанные со сносом Максима, нужно проводить, проектировать, учитывая состояние 12-этажки. Потому что никто не хочет, чтобы во время сноса остатков сваев сверху обрушилась многоэтажка. Параллельно владельцы должны еще провести начало экспертизу за свой счет 12-этажки. Можно это здание дальше использовать или нельзя его использовать? То есть, что с ним дальше делать? Если экспертиза частных владельцев, которые они за свой счет проведут, скажет, что здание безопасно, тогда Рижская дума, бывалая, приведет сама еще раз экспертизу, пригласив экспертов со стороны, чтобы удостовериться, да, можно или нет, учитывая все, что произошло там, ну, скажем так, перепроверять будем несколько раз. Но это значит, что, к сожалению, как бы мы к этому не относились, но понятно, что раньше весны следующего года остатки Максима снесены не будут. Дальше, что будет с 12-этажкой, если в результате экспертиз станет понятно, что это здание тоже нужно сносить, ну, я думаю, что реалистичный срок, что его могут снести, это только, может быть, осень следующего года. Плюс еще нужно понимать, что, ну, мы с этими владельцами будем достаточно активно этот вопрос обсуждать. Город не очень, мягко выражаясь, заинтересован в том, чтобы там стояло здание, на которое падает тень сомнений. Возвращаясь к Максиму сейчас, просто чтобы завершить, владельцы, они подтвердили, что они не планируют там никаких других объектов строить или еще что-либо делать, кроме как памятное место. Рабочая версия – это, конечно, сквер с 54-мя деревьями. Дальше будем обсуждать с рижанами и, в первую очередь, с жителями Золи Тури. Но это все остается в частных руках, и земля, и все, то есть Риге, ничего не будет передано, ни здание, ничего. Ну, во-первых, здание, оно нам не нужно, да, это частная земля, частное здание. И, извините меня, зачем городу здание, которое неизвестно, что с ним будет? Пускай с ним разбираются те, кто его строили, и те, у кого разобрушилась Максима. Это их прямая ответственность – приводить в порядок. Если владельцы по каким-то причинам, я не знаю, сейчас просто теоретизирую, скажут, что они не хотят там памятное место, там, где стояла Максима, тогда Дума может мешаться и принять на уровне планирования города решение, что там будет зеленая зона, и тогда там просто будет запрещено строительство. Хотя наверняка нам придется в результате судиться, но что-либо строить на территории бывшей Максимы мы 100% не разрешим. Скверы – все это за частные, то есть это все будет принадлежать частным рукам, так получается, я так понимаю. Но как скверы будут располагаться на частной земле. Такие случаи бывают. Это не единственный пример будет городу. Да, пожалуйста. Скажите, как вам кажется, вот это расследование этой трагедии и все, что с этим связано, это будет использоваться предвыборной кампанией, как какой-то элемент предвыборной кампании? В смысле, мы все раскрыли, мы все сделали, будут какие-то громкие задержания перед выборами в октябре, например, потому что люди же хотят, в общем-то, узнать, кто же наконец-то виноват в этой трагедии. Я предполагаю, что полиция, так как в полиции работают профессионалы, а не политики, что они категорически не захотят быть втянутыми в какой-то политический процесс, учитывая, что любой политический процесс перед выборами, связанный с выборами или так далее, он может напрямую помешать расследованию. Это может привести к тому, что или из желания подогнать результаты под какие-то сроки будет утеряна возможность довести вот это дело до суда, потому что одно дело показать подозреваемых, а другое дело, если этот человек подозреваемый действительно виновен, добиться, чтобы в суде его осудили. Они сказали, извините, полиция отработала плохо, может быть, даже он и виновен, но мы не можем человека осудить, и все свободны, война закончилась. В этой ситуации, я думаю, что полиция категорически не хочет, чтобы ее втянули в политические игры, и то, как они сейчас работают, свидетельствует о том, что они так и ведут себя. Да, политики могут, наверное, захотеть что-то попытаться сделать, но, думаю, все-таки хватит совести никому этого не пытаться этим воспользоваться. У нас все время интересуется, как сами рижане могут включиться в этот процесс обсуждения, как будет выглядеть это памятное место, свои предложения какие-то там присылать. Ну, Рижская дума 100% найдет правильный формат, каким образом в первую очередь жители Золи Туда. Ну, естественно, важно мнение всех рижан, но в первую очередь жители Золи Туда, каким образом найти решение, которое устроит всех. Ну, как они, звонить вам будут, писать? Не-не-не, ну мы найдем, ну как, но если отработаем, мы будем встречаться с людьми, да, то есть проводить опросы и дальше. Пока не проговорим все, пока не будет понятно, что никто не против, ничего делать не станет. Спустя пять месяцев родственники погибших, пострадавшие, они не забыты, Рижская дума о них помнит, вы бываете там, в Золи Туда общаетесь тоже с местными людьми, бывает это как-то? Ну, практически во всех случаях, где Рижская дума бы оказывала помощь, помощь уже оказана. Есть отдельные случаи, где действительно сложная юридическая ситуация, но бывает, да, когда появляются биологические родственники из-за границы, которые по закону имеют право, но в то время, когда действительно, там, скажем, воспитанием детей всегда занимались другие люди, которые при этом не являются родственниками с точки зрения закона. Есть, да, к сожалению, действительно запутанные случаи, с которыми продолжают работать, но, в принципе, в абсолютном большинстве случаев вся помощь была оказана еще до Нового года. Вот те самые пособия даже и по 10 тысяч, установка была выплатить все практически сразу. А если говорить про ситуацию в Золи Туда в целом, Ну, конечно, но я общаюсь, и так получилось, и с некоторыми родственниками погибших поддерживаю контакты и отношения. В Золи Туда теперь вообще, извините меня, если уж на то пошло, проблема в том, что после того, как этот магазин разрушился, нет нормального торгового центра, а район большой, и это тоже сейчас сказывается на качестве жизни. И это значит, что частному бизнесу нужно будет думать, где они построят новый какой-то торговый центр, будет ли это Максима или Реми, или кто-то другой, я не знаю. Но, в принципе, сейчас тем, кто занимается торговыми сетями, именно представителям этой отрасли, им нужно думать, кто из них будет первый строить в Золи Туда новый магазин. Хорошо, если все по максимуму, мы идем дальше. Так называемые спайсы, легальные наркотики, психотропные вещества, по-разному их называют. Какова ситуация сейчас в Риге после того, как законом запретили, и были эти, и полиция тщательно следили за всеми точками, как вы видите, не ушли ли эти все-таки продажи этих спайсов, осталось ли где-то в другом месте? Смотрите, когда мы начинали в прошлом году, все, что было связано с борьбой со спайсами, главная проблема была в том, что, с одной стороны, эти наркотики были легальными, потому их и называют легальными наркотиками, с другой стороны, они были катастрофически дешевыми. То есть, в принципе, доза спайса по цене была дешевле пива, что абсолютно недопустимо. И плюс они были максимально доступны. То есть, школьник мог за деньги дешевле, чем пива, пойти в любой точке, как в магазине, купить себе легальные, но наркотики. А сейчас, после того, как были все эти акции, после того, как патрулировали, после того, как, извините меня, в ходе конкурентной борьбы, или это были обиженные жители близлежащих домов, точки поджигали и так далее, сейчас Сэйм, наконец-то, начал принимать постепенно законы, которые позволяют с этим бороться. Очень было важно то, что приняли уголовную ответственность за торговлю теми веществами, которые запрещены. Проблема легальных наркотиков при этом хотелось бы упомянуть, потому что торгуют в том числе и легальными, еще не запрещенными веществами. И ситуация какая сейчас изменилась? Сейчас точки, по сути, не работают. Торговля ушла, что, в принципе, сразу было ожидаемо, на улицу и в интернет. С этим нужно будет бороться дальше. Но это уже большое достижение, потому что этим мы ограничили существенно доступность. Пока наркотики продавались как легальный товар в открытого рода торговых местах, ну, точки, торговое место, это было доступно всем. Сейчас нужно искать или торговца, или искать каким-то образом, как купить в интернете, соответственно, в разы сократилось количество употребляющих. При этом, естественно, большой интерес со стороны СМИ, и все равно появляется новость о том, что каждые выходные людей доставляют в больницы. То есть проблема существует. Дальше уже начинается работа, в первую очередь, для госполиции, во вторую очередь, для муниципальной полиции, по абсолютно всем понятной, отработанной годами известной схеме, как борются с точками, где торгуют нелегальным алкоголем, как борются с местами, где торгуют нелегальными наркотиками, то же самое героин и так далее. Таким образом бороться теперь и со спайсами. У меня вопрос по другой теме, но тоже острые темы, хотя не спайсы. Это вопрос про 9 мая. Я помню, перед 16 марта у вас было такое обращение ко всем, просто не идти к памятнику свободы, а всех погибших военных, солдат, надо почитать где-то на кладбище. Перед 9 мая вы не рассматриваете подобное обращение тоже? Разница между 16 мартом и 9 мая я бы назвал в трех плоскостях. Во-первых, если говорить о провокациях и беспорядках, то 9 мая никогда этого не было. 16 марта по разным причинам, я сейчас не буду оценивать по каким причинам, кто с какой стороны, с какой мотивацией, правильно это или неправильно в этом участвует, но 16 марта исторически в Латвии так получилось все последние годы, связано с провокациями, с противостоянием, с полицией, с желтыми заборами ограждения, с большим количеством работников специальных подразделений полиции и так далее. 9 мая все эти годы происходят максимально спокойно. То есть, если мы возьмем статистику по 9 мая прошлый, позапрошлый, позапрошлый год, есть определенное количество протоколов об административных нарушениях за то, что нельзя курить в парке, потому что памятник находится в парке, соответственно, курить нам запрещено, употребление алкоголя. Причем, если мы возьмем статистику, то количество этих протоколов меньше, чем на каком-нибудь, в принципе, крупном концерте. То есть, с точки зрения безопасности, эти мероприятия не сопоставимы. А вторая разница заключается, конечно, в количестве участников. Вы отлично понимаете, что, опять же, вне зависимости от того, кто как относится, я сейчас не говорю об отношении к историческим датам, я говорю сейчас просто о тех единицах, которые измеряемы, которые осязаемы. Количество участников 16 марта – это несколько тысяч участников шествия, плюс-минус 100 с другой стороны, ну и, соответственно, еще сотни полицейских. 9 мая – это десятки тысяч людей. То есть, масштабы, они абсолютно разные. Дальше, опять же, вне зависимости от того, как мы относимся у кого, где дед служил в легионе или в 130-м стрелковом корпусе, или в каких-то других частях Красной армии. Ну, по-разному складывалась у каждого семейная история. А 16 марта, с исторической точки зрения, дата неоднозначная. То есть, в принципе, отмечается 16 марта, поминаются погибшие солдаты, но эта дата связана с тем, что две дивизии латышского легиона в тот исторический день, много лет назад, воевали бок о бок. 9 мая, по календарю, который был принят в бывшем Советском Союзе, 8 мая по европейскому календарю, является датой однозначной. Это является датой, связанной с победой над нацистской Германией. Вне зависимости от того, что произошло у нас в Латвии потом, после 8 и 9 мая, какие режимы здесь были, какие здесь были депортации, преступления сталинского режима и так далее, ни у кого не вызывает сомнений в том, что факт победы над нацизмом – это очень положительный факт. Подождите, а почему нельзя 8 мая отмечать? Вот это как раз дата однозначная. То есть мы сейчас проговорили три объективные разницы между 9 мая и 16 марта, где независимость об отношении. Дальше мы переходим к вещам, которые, наверное, объясняются уже… Ну, я не найду рациональных объяснений, я просто скажу так, что есть люди, которые исторически… Я, между прочим, к этим людям тоже принадлежу. Я в этой ситуации абсолютно такой же иррациональный человек, как и большое количество режимов. У меня родители, у меня оба деда, которые воевали в этой войне, они отмечали день победы над нацистской Германией с 9 мая. Поэтому я отмечаю 9 мая. Я знаю, я отлично разбираюсь в истории, я понимаю, что в Европе приняли 8 мая, разница была во времени в Советском Союзе, в Москве, 9 мая. А вы думаете, что это просто так вот однозначно, дело только в календаре, дело не совсем в календаре? Да, но мои родственники отмечали 9 мая. Я не хочу никого заставлять что-либо отмечать 9 мая. Я просто знаю много людей, которые отмечают 9 мая. Я знаю много людей, которые поминают 8 мая. Я общаюсь с латышскими ветеранами, и так у меня сложилось, и 130-го корпуса, которых я принимаю в Думе именно 8 мая. И они 8 мая идут, возлагают цветы на Братском кладбище, а я 8 мая тоже вместе с ними это делаю. 9 мая кто-то из них приходит в пардалгу, кто-то не приходит. По-разному. Хорошо. Мы уйдем на небольшую рекламную паузу. Обязательно 9 мая продолжим говорить сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Нил Ушаков, рижский мэр, мэр Риги. Сегодня в студии «Актуальный вопрос». А перед рекламой мы поговорили о 9 мая. У меня вопрос в следующем. Если мы смотрим на события в Украине, на события в Крыме, там появлялись так называемые зеленые человечки, и позже у этих зеленых человечков появлялись георгиевские ленточки. В Украине сейчас эти зеленые ленточки называют колорадскими жуками. Как эти события появляют на 9 мая? Потому что мы знаем, что много людей приходят с георгиевскими ленточками. Я уже в интернете считал призывы не брать георгиевские ленточки на празднование 9 мая, именно чтобы не ассоциироваться с теми зелеными человечками. Как вы видите, будут ли какие-то призывы или это выбор людей? Я не слышал о том, чтобы организаторы мероприятия в пардалгу выступали с какими-то призывами не надевать или, наоборот, надевать ленточки в этой ситуации. Я думаю, что это все взрослые люди, все отлично понимают, что значит одеть георгиевскую ленточку и что он этим хочет показать. Поэтому кто-то оденет, кто-то не наденет. Просто мы придем и увидим. Вообще, все, что касается символики по 9 мая, всегда огромное количество вопросов. Нужно ли 9 мая приходить к памятнику освободителям с российскими флагами? Вопрос двоякий, потому что, с одной стороны, Россия является правоприемницей Советского Союза. Это логично. С другой стороны, если совсем уже подойти строго к историческим событиям, то во время Второй мировой войны именно нынешний российский триколор, он был флагом тех частей, которые воевали на стороне нацистской Германии. То есть здесь можно копаться, ленточка, правильно, неправильно, флаг российский, правильно, неправильно, сколько угодно. Я просто возвращаюсь к тому, о чем мы говорили, 8 или 9 мая. Я буду отмечать 9 мая, потому что у меня вот так принято в семье. Ну, меня так делали. Я не хочу отклоняться от традиций. Традиции, они важны для каждого. Кто-то будет отмечать 8 мая, поминать, каким-то другим образом делать. Здесь, я думаю, что для Латвии, учитывая всю разность латвийского общества, мы никогда не найдем никакого общего знаменателя по историческим датам. Это невозможно. Ну, просто невозможно. Есть вещи, которые можно сделать, есть вещи, которые сделать невозможно. Я бы просто бы с большим относился бы уважением и с большей терпимостью к тому, что у разных людей разные даты. А может, например, из-за уважения к тем людям, которые считают, что 8 мая – это подбеда над нацизмом, а 9 мая – это начало вторичной оккупации Латвии. Может, уважение к тем людям тоже нужно показать, скажем так, праздновать? 8 мая, а 9 мая – это уже вежливо промолчать. Я понимаю вашу логику, но давайте говорить откровенно. Ни один из тех участников 9 мая в Пардаугове, он не думает в категориях того, что они отмечают что-либо отличное от победы над нацистской Германией. Если мы возьмем любую среднюю семью, русскоязычную, русскую, украинскую, белорусскую и так далее, практически у каждого в семье, если покопаться, кто-то в этой войне погиб. Ну, так сложилось. Это была страшная война, погибло 27 миллионов со стороны бывшего Советского Союза. И они вот именно… у них в семье было принято 9 мая. Наши деды воевали, многие из них не вернулись, погибли мирные жители. Никто не думает в категориях того, что мы отмечаем что-либо, кроме победы над нацизмом. Да, после этого в Латвии последовали сталинские репрессии, были депортации, события 1956 года в Венгрии, 1968 год в Чехословакии. Советский режим успел натворить огромное количество страшных преступлений после этого. Но это ни с какой стороны не касается тех солдат, которые тогда воевали. Это не касается моих дедов, которые один из них дошел до Берлина, потому что он не участвовал в сталинских репрессиях. Я 9 мая хочу сказать спасибо тем людям, которые тогда победили нацизм. И здесь, понимаете, очень важно понять, что никто не хочет восхвалять сталинский режим. Господин Шоков, вопрос тогда у меня. Насчет Украины, опять же. События последние в Украине, ухудшения отношений Евросоюза с Россией, как-то могут повлиять на празднование 9 мая здесь? Это будет меньше, это не будет салюта, не будет речи мэра? Или это никак не повлияет, это будет такой же 9 мая, как и было в прошлом году и позапрошлом году? К сожалению, на территории бывшего Советского Союза происходило и, возможно, будет происходить много неприятных событий. Но мы видели, да, то есть мир нестабильный. Опять же, это не может быть связано с тем, что люди хотят сказать спасибо своим тем же самым дедам за то, что они тогда воевали, вне зависимости от того, что происходит сейчас в Луганске или в Харькове, или в Крыму. Что тоже большая трагедия, не дай бог, там начнется гражданская война. Но не нужно связывать одно с другим. Это разные вещи. Возвращаясь к семьям министра экономики Вячеслава Домбровский, который каждый год дедушку уводил 9 мая к памятнику, уже сказал, что вот в этом году он домой приедет к дедушке и поздравит его там. Ну так, к слову о том, что человек, попав в правительство, занимая официальный пост, все-таки выбирает избегать эту дату. Мы живем в свободной стране, в свободном обществе. Вячеслав Домбровский может принять решение не ходить 9 мая. Свободный человек. И это его право. Он может ходить в любой день к любому опьяннику, когда он решит. Если он предпочитает ставить в первую очередь интересы, скажем, своего пребывания в правительстве, это его право. Осуждать его за это не собираюсь. Но при этом от меня не просите того, что я буду поступать таким же образом. Я всегда честно говорил перед всеми выборами. Отвечаю. Понимаете, у меня нет разницы между тем, что я говорю по-русски, что я говорю по-латышски. И не исключено, что я и вам перед выборами говорил в интервью на латышском языке, что я все равно буду ходить 9 мая. Примите это, пожалуйста, как факт. С уважением. Я с уважением отношусь к важным для вас историческим датам, если у нас расходит взгляд. А вы не опасаетесь провокаций никаких в эту дату? Конечно, опасаемся. Ну, логично. Естественно, это наша работа в сотрудничестве с госполицией. Это работа госполиции, которая всегда свои обязанности выполняет на десятку. Работа муниципальной полиции, работа организаторов со всеми их охранными частными компаниями, чтобы провести все максимально чисто, спокойно и безопасно. Конечно. Мы идем дальше. 9 мая последнее событие. Опять же, возвращаясь к Украине, много упреков получил Центр согласия из-за сотрудничества с Единой Россией, с партией Путина. Почему не пересматривается это сотрудничество и соглашение с этой партией после событий в Украине? У меня ответ очень простой. Вне зависимости от того, что, к сожалению, сейчас происходит в Украине, у нас есть свои сугубо эгоистические интересы у Латвии, у страны, которые, в том числе, связаны с экономическими отношениями с Россией. Разрыв экономических отношений, который, может быть, станет для нас реальностью, если бы в Европейском Союзе победит позиция жестких санкций против России, для нас будет означать экономический кризис, я думаю, хуже, чем 2009 год. Намного хуже, чем 2009 год. Сегодня одна из газет на первой полосе опубликовала статистику, что у нас первый раз экспорт продуктов питания в России вырос настолько, что обогнал импорт. То есть вы против экономических санкций? Да, я категорически против экономических санкций, потому что, вне зависимости от того, как я лично отношусь и что я думаю о событиях на Украине, кто прав, кто виноват, меня интересует то, что происходит, моя прямая задача, и заботится о том, что происходит в Риге. Хорошо, с Адруницией, да, с Единой Россией. Да, и возвращаясь к Единой России. А в России нравится или не нравится? Я, понимаете, работая в самоуправлении, должен быть максимально практичным. У них другой партии нет. Ну вот ее нет, но вот будет у них другая партия. Мы будем иметь отношение с другой партией, если она у них появится. Пока у них есть Единая Россия, если я хочу общаться с руководителями регионов Российской Федерации, с кем я по своему, соответственно, статусу и уровню общаюсь, о туризме, о развитии порта, об экспорте продуктов питания, я общаюсь с губернаторами, которые были избраны от Единой России. У них нет. Будет другая партия, будем общаться с другими. Но при этом, если мы хотим смотреть на вещи в России прагматично, без, скажем так, не будем говорить без чего, то следующая партия, которая идет после Единой России, если можно было бы, ну так, по статусу, по размерам сотрудничать, или коммунисты, или партии Жириновского. Вы никого предлагаете в партнера? Ну, то есть это надо. То есть мы не можем показать, мы в Европе, вот это плохо, то, что делает Пустин, прекратить, я так понимаю, Единая Россия надо загружить. Для того, чтобы показать, что мы в Европе, мы можем сделать все, что угодно, но при этом показывая, что мы в Европе, нужно не забывать, что мы в первую очередь в Латвии. И Рижский свободный порт, где работает 20 тысяч человек, Латвийская железная дорога, где работает 8 тысяч человек. И туристы, которые приезжают в Ригу, они живут здесь, в Латвии, или приезжают в Ригу и тратят здесь деньги. И показывают, что мы в Европе, мы не должны себе... У нас мало времени осталось, мы еще поговорим, выборы Европарламента пропустим уже, выборы в Сэйм, насколько вероятность прогноза можно делать? Как вы видите прогнозы, что Центр Согласия попадет в правительство после выборов в Сэйм в октябре? Ну, если делать прогнозы, я думаю, что Центр Согласия на этих выборах победит с значительным перевесом на той партии, которая займет второе место. Думаю, что у нас будет хороший перевес. Это раз. Я думаю, что Центр Согласия в правительстве сейчас неизбежен. Потому что любое другое правительство без Центра Согласия это ситуация, которая приведет к абсолютной нестабильности в стране. Ну, то же самое 3 года назад говорили. Очень много изменилось, к сожалению, если мы посмотрим на то, что творится в мире. по сравнению с тем, что было 4 года назад. Люди относятся к политике по-другому. Ри, если мы говорим о рисках для стабильности, сейчас, учитывая фон украинский, учитывая все, что происходит, учитывая, сколько сейчас говорится о безопасности, если не вовлечь в работу правительства те сотни тысяч граждан, которые говорят на русском языке, то мы получим дальнейшее... А с кем вы можете быть правительством? Наша позиция всегда в том, что мы никогда не проводим никакие красные линии. Ясно. У нас, к сожалению, красные линии есть. У нашей передачи время уже истекло. Нил Ушаков, мэр Риги, спасибо вам, что были сильные передачи. Мои коллеги, спасибо и вам, и телезрители. И спасибо вам огромное. Актуальный вопрос через неделю в то же время на том же канале ЛТВСЕ. Через неделю программу проведет моя коллега Солтая Денис. А я с вами встречусь через две недели. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok